Модная линия Модная линия Модная линия Модная линия Это, кстати, вот эта такая сборка, она может быть распущена, и это будет длинный хвост, и здесь вот тоже. Это можно завязать узлами, это можно сделать манжеты, как здесь, так и там. То есть это, в общем, вот я вообще люблю, видимо, детство такое, которое тянуло к красоте, а достатка особого не было. Поэтому я все время что-то из одной тряпочки, чего-то все время придумывала. То я к одной рубашечке пристегну тут брошечку, то надену какой-то галстучек, то, не знаю, в кармашек платочек, и здесь платочек, то цветочек и так далее. Сейчас мы готовим проект новый, проект с Юрием Мальцем, который приехал вместе со мной. Он тоже имеет отношение к фэшн-бизнесу, он фэшн-бизнесмен, как бы, если можно так сказать. Называться это будет пространство стиля, и в это понятие очень многое входит. То есть все, что можно назвать в жизни стильным, это будет существовать у нас. Будет консалтинг по стилю, будет работа психологов с людьми, потому как полтора года, вернее, уже два года моей работы с клиентами, они показали, что люди не знают себя, люди не знают, как к себе подойти, люди не умеют, и более того, что страшнее, они не хотят. Вот они раз навсегда решили, что вот эта стрижка им хорошо, и так на всю жизнь они остаются в этой ситуации. И ничего нет. Конечно, конечно. Нужно быть в сегодняшнем дне, не бояться изменений, не бояться, что однажды, придя домой в другом цвете, или там, сделав какое-то прядь, или промилировав волосы, муж скажет, ты что, с ума сошла? Ну, кстати говоря, в этом очень виноваты мужчины, потому что многие мужчины комплексуют женщин. Я, наверное, не позволяла просто никому вмешиваться в этот аспект своей жизни, поэтому мне что-то в жизни удавалось. Если любишь, то прости, и не надо лишних фраз, не умею я просить. Овечка, да. Во-первых, я бы не хотела, чтобы были бедные овечки. Это раз. Что касается козочек, чтобы они были так же щедры и так же полезны, как то молоко, которым рекомендуют сегодня все диетологи мира, если нет материнского, растить детей маленьких. И, кстати, своего сына я вырастила на козьем молоке. Так что овечка, козочка имеет очень большое значение вообще в жизни нашей. Что касается женщин-овечек, я думаю, что раз их год, пусть у них будет счастье с лишком. Вот с этим самым лишком, которого, может быть, не хватает. Потому что это лишка, это именно ровно столько, сколько они обязаны иметь. И сейчас такое неспокойное время, что вообще-то, по большому счету, кроме мира, на сегодняшний день, я вообще, наверное, думаю, что ничего и не надо желать. Самба! 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 Сегодня 1 февраля, День Святого Макария, покровителя обуви. Итальянский модельер Карло Рампатци придумал следующую парочку обуви. Один ботинок с острым носком, другой с тупым. И не только придумал, но и носил. Может быть, Святой Макарий и не стал бы покровительствовать некоторым фабрикам обуви. Но факт остается фактом. Мы носим обувь до сих пор. Когда она тщательно подобрана. Но в коллекции театра моды Славы Зайцева обувь уходит на второй план. Отступает перед блеском нарядов. Изысканно тончайшее кружево. Ручная работа кружева. Великолепная. Прошел. Добавить, пожалуйста. Корсет и кружево. Сама ткань настолько роскошная, что не надо ничего придумывать и усложнять жизнь. Несколько вариантов пружины. И корсет. Ну что ж, спасибо. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Мы очень послушные фигуры. Нажмете черную кнопочку на пультике и мы исчезнем. До свидания. Исчезнем вместе с программой «Модная линия». Добавил субтитры.